Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов принял участие в международной выставке технологий выращивания, хранения и сбыта плодовой продукции «Прояблоко-23». За последние годы наша республика уверенно заняла позиции садоводческого региона России. К 2025 году планируем увеличить площади до 2500 гектаров, отметил Рашид Темрезов. В правительстве состоялось заседание Межведомственной комиссии Республики по поддержке участников СВО и членов их семей. Оно проходило под руководством заместителя вице-премьера Ирины Гербековой. На заседании обсудили вопросы взаимодействия органов исполнительной власти с Центрами социального обслуживания населения, а также работа администрации по социальному сопровождению участников СВО, членов их семей. Министр труда и социального развития Республики Руслан Шаков рассказал о результатах работы проделанной Межведомственной комиссией. Делалось все возможное для поддержания наших бойцов. Только из республиканского бюджета на единовременную выплату и выплаты нашим семьям направлено более 243 миллионов рублей. Всесторонняя помощь оказывалась Межведомственной комиссией, муниципальными образованиями, нашими общественными организациями и, конечно, самими семьями наших бойцов. Не допущение типичных нарушений антикоррупционного законодательства должностных лиц, органов государственной власти Республики и муниципалитетов. Эту тему обозначили на круглом столе в Республиканской прокуратуре. В ходе заседания обсудили методы профилактики правонарушения и преступлений, подвели итоги работы противодействия коррупции. Подробные Дарья Тендит. В этом году на 30% возросло количество привлеченных как дисциплинарной, так и административной ответственности, как органов государственной власти, так и муниципалитетов. В части нарушения антикоррупционного законодательства – несоблюдение обязанностей, неисполнение ограничений, отметил старший помощник прокурора Республики Радмир Баташев. Вопросы противодействия коррупции систематически обсуждаются у нас в формат совершенно разный, начиная от межведомственных рабочих групп по противодействию коррупции, оперативных совещаний, координационных совещаний. И, безусловно, по результатам данных совещаний принимаются дополнительные меры, направленные на эффективную деятельность правоохранительных органов в данной сфере. С информацией о проводимой работе по противодействию коррупции знакомила начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления главы Карачаева Черкесии по вопросам противодействия коррупции Елизавета Дорохина. В сфере противодействия коррупции приоритетными вопросами было осуществление постоянного мониторинга реализации антикоррупционных мероприятий в органах госпластика Карачаева Черкесской Республики и органах местного самоуправления Республики, а также вопросы предстоящей декларационной кампании 2023 года. На официальном сайте главы правительства создан специальный раздел «Противодействие коррупции», где можно ознакомиться с информацией о деятельности нашего органа. По итогам состоявшегося обсуждения были определены меры, способствующие укреплению взаимодействия с общественностью и повышению эффективности работы в сфере противодействия коррупции и профилактики коррупционных нарушений. Также были даны ответы на поступившие вопросы участников встречи. Дарья Тендит, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. 23 июня состоится всероссийский этап ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Вакансии продолжит ряд компаний. В их числе Черкесск Стром на сегодняшний день – это крупный производитель комплекс сухих строительных смесей «Литокс». В компании дают возможность быстрого профессионального роста. Подробнее расскажет Альбина Ламкова. Сейчас мы будем делать расплыв, то есть узнавать нормальную густоту гипса, подбирать воду. Каждый час мы это делаем. Гарант стабильного, высокого качества и экологичности производимых строительно-оденочных материалов достигают путем высокотехнологичного оборудования. Для этого компания «Черкесск Стром» проводит постоянную модернизацию производства, имея собственные ресурсы для добычи сырья. Но самое главное на предприятии – сотрудники. Каждый знает принцип построения производственных цехов, участков, рабочих мест, требования к организации работы. Выполняя ее качественно, можно реализовать себя в профессии. Юрий Нартоков работает на заводе с 2011 года. Сейчас он бригадир. Начинал с должности электрика. Пришел, когда еще был просто керамзитный завод. После этого стали строить гипсовый завод и заводы сухих смесей. С тех пор расширяемся. Условия труда нормальные, работать можно. И зарплата, скажем так, не совсем маленькая у нас, вполне достойная. Поиск достойной работы – один из актуальных вопросов, беспокоящих молодое поколение. Юноши и девушки желают применять полученные в учебных заведениях знания на практике. Ренат Шаков тоже стремился к этому. Сразу после окончания вуза пришел работать в компанию. Это было 15 лет назад. Сейчас он технический директор. Надо сказать, что на производство попал не случайно. Здесь трудится его отец в должности инженера-наладчика. Ренат в начале трудовой деятельности работал электриком. Затем перевели на должность мастера. Потом стал главным энергетиком. Четыре года отработал. В принципе, мне нравилось. Но сейчас, в данный момент, уже повыше стало. Думаю, что здесь, в данной компании, у нас все есть возможности для карьерного роста. Грамотный подход к организации трудового процесса позволяет вести бизнес успешно. На сегодняшний день компания может предложить 15 вакансий. Трудящиеся на производстве имеют четкий график работы. Вся информация о предприятии находится в открытом доступе. Все желающие, которые хотят получить ту или иную вакансию, могут заранее оценить свои силы и возможности. А еще совсем скоро для тружеников предприятия откроется совсем новая столовая и свой фитнес-центр. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. МЧС информирует 21 и 22 июня. Местами в Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь с градом и порывистым ветром. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах сильный с градом и шквалом до 23 метров в секунду. Ветер северо-восточный 6-11, температура ночью 9-14, в горах до плюс 9, а днем 21-26 градусов тепла и местами до плюс 17. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь и гроза, ветер северо-восточный 6-11, температура ночью 10-12, а днем 24-26 градусов тепла. В Черкесии открыли памятную доску заслуженному тренеру России Александру Давыдову. Человеку, благодаря которому спортивный мир узнал о многих боксерских талантах Карачаева-Черкесии. В частности, о призере Олимпийских игр в Афинах Мурате Храчеве. На мероприятии около дома, где жил Александр Степанович, побывал наш корреспондент Артур Мкцы. Есть люди, с которыми принято связывать целую эпоху. Таким, без сомнения, можно считать и коренного жителя Черкесии Александра Давыдова, посвятившего себя поиску и огранке драгоценностей, обучению и шлифовке мастерства талантливых ребят, которыми на самом деле богата Карачаева-Черкесия. Для него тренерская работа стала не просто профессией, а возможностью делать из юных сорванцов уверенных в своих силах молодых людей. А фраза «ученик Давыдова» – это своего рода знак качества. Талантливым он был не только как тренер, как педагог, но и также он был очень талантливый наставник по жизни. Очень многому мы научились его воспитанники, все те, кто прошел через его руки, даже какое-то небольшое время, кто занимался боксом у него, все те, кто прошли через его руки, все мы научились у него очень важным и необходимым качеством. Прошло два с половиной года, как ни стало человека, с именем которого были связаны многие успехи боксеров из региональной столицы на самом высоком уровне. Среди его воспитанников – победители и призеры крупнейших спортивных форумов. И вот теперь около дома, где он провел большую, разумеется, после тренировок часть жизни, состоялось памятное мероприятие с установкой мемориальной доски. О многочисленных заслугах почетного гражданина Черкеска Александра Давыдова говорили все, кто пришел в этот день отдать дань уважения наставнику, другу, а для кого-то и ни много ни мало – второму отцу. Али Хуранов вспоминает, каким был тренер на занятиях, чему учил ребят. В нем было все. Разные грани. Он из строги, он требовательный. Учил нас дисциплине. Где-то добрый. То есть вовремя умел объяснить человеку, что от него надо. То есть, как он нам говорил всегда, интересно. Он говорил, ребята, я могу вам дать все, кроме одного. Сердце должно быть храброе. Мемориальная доска Александру Давыдову была открыта при участии его супруги, которая многие годы поддерживала его и в горе, и в радости. Цветы у дома, как живое напоминание о человеке, оставившем после себя куда больше, чем просто спортивные достижения республики и регальные воспитанников. Он помог каждому стать человеком, за которого ему не было бы стыдно. Артур Махцы, Али Бастанов, Вести, Карачаев, Черкесия. Он посвятил свою жизнь образованию и воспитанию молодого поколения. Ушел в жизни кандидат филологических наук, директор Института филологии КЧГУ имени Умара Алиева, Хасан Сулейманович Лепшоков. Он был грамотным руководителем и пользовался большим уважением среди преподавателей вуза и студенческой молодежи. О жизни компетентного и мудрого руководителя Института филологии Алихан Лепшоков. Вся его жизнь была связана с родным университетом. Хасан Лепшоков прошел длинный путь, прежде чем стать руководителем Института филологии КЧГУ. В 1980 году окончил Карачаево-Черкесский педагогический институт по специальности учитель русского языка и литературы. В 1991 году Хасан Сулейманович прошел обучение в аспирантуре в Ленинградском государственном педагогическом институте имени Александра Герцина в Санкт-Петербурге. В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию в Нальчике и там же в КБГУ окончил докторантуру. Он сначала был заместителем декана филологического факультета, а после стал и директором Института филологии. Около 40 лет он связан профессионально с нашим университетом. Из них 15 лет руководил одним из самых больших подразделений нашего университета. Это филологический факультет, сегодня Институт филологии. И во всех должностях, которые занимал, ответственных должностях, Хасан Сулейманович всегда показывал высокий уровень профессионализма и профессиональной этики. Как преподавателя его студенты любили, обожали. За время руководства Хасана Сулеймановича Институт филологии стал одним из самых больших многофункциональных структурных подразделений университета. Энергичный и инициативный руководитель внес огромный вклад в открытие на базе Института новых направлений подготовки кадров. Хасан Лепшоков проводил множество российских и международных форумов и конференций. Строгий к своей работе и справедливый ко всем именно таким он запомнился коллегам по ВУЗу. И работал он при этом не откладывая в сторону или не оставляя учебно-методическую и научную работу. Он все так же работал и со студентами, читал лекции. И административная работа в него в принципе получалась, поскольку можно судить, что филологический факультет долгие годы находился в первых рядах, получал первые места. Каждому из преподавателей, студентов он умел найти подход. Ругал, говорят, ну что ж, администратора обязанность входит и пожирить иногда тех, которые заслуживают этого. Но он всегда шел навстречу студентам. Профессиональный потенциал нашего Хасана Сулейменовича, он тоже был очень высокий. Он очень четко реагировал на все изменения, которые происходили в сфере образования. Улавливал моменты, когда что-то нужно было поменять для более плодотворной, эффективной работы. Он всегда готов был оказывать нам помощь и поддерживал наши идеи. И нам будет его не хватать, отмечают студенты Института филологии. Нам будет очень сильно не хватать Хасана Сулейменовича. Я здесь учусь и работаю в Институте филологии. Каждый раз, подходя с какой-то проблемой к Хасану Сулейменовичу, он всегда искал решения. Он мог и по-отсовски поругать, но одно было то, что никогда никого не давал обиду. И любой студент был уверен в том, что сможет найти в нем поддержку и помощь. Все мероприятия, которые проводил Хасан Сулейменович, проходили на высоте, потому что даже к самым незначительным моментам он подходил фундаментально и делал так, чтобы все было достойно и на высоте. Искренность, неиссякаемый оптимизм директора Института филологии Хасана Лепшокова навсегда останутся в памяти благодарных студентов и коллег. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Увидели свет две книги «Джурягим кюльмей десенсис» и «От сердца к сердцу» Марьям Баташевой. Она по профессии швеян, но творчество в ее жизни занимает особое место и с раннего детства Марьям пишет стихи. Выпустила две книги на карачаевском и русском языках, куда вошли стихотворения о природе, родине, матери и о любви. О своих произведениях и что ее вдохновляет на поэзию Марьям рассказала в Вестям. Когда минуты счастья, я любила сидеть в тишине и писать. Ну, с годами этих стихов мне накопилось. У меня около трех тысяч стихов вышло в феврале. Вот эта книга, да. И там вот 308 страниц, 307 страниц. И на каждой странице, ну, почти 900 стихов у меня. Ну, как прозы, стихи, четверостиши. Здесь у меня 170 страниц. Пока у меня еще есть стихи. Эти стихи идут от сердца. Вот когда говорили, что от сердца, ну, это точно от сердца идут. И последнее. Завтра в День памяти и скорби в 12.15 пройдет всероссийская акция «Минута молчания» в памяти о 27 миллионах граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Операция престол». Всего доброго и до встречи в эфире.